Нас окружает много по-настоящему богатых людей. Выйти, наконец, из долгов, закрыть свои кредиты, привлечь в свою жизнь большее количество денег. Как совершить финансовый прорыв? Мы все хотим денег, и очень часто хотим не просто денег, а намного больше денег. Выйти, наконец, из долгов, закрыть свои кредиты и начать наслаждаться жизнью. Мы много путешествуем или много смотрим телевизор и можем обнаружить, что нас окружает много по-настоящему богатых людей. Как им это удается? Очень часто, наблюдая за жизнью богатых людей, мы пытаемся быть похожими на них. И видим, как они отдыхают, как они путешествуют на яхтах, развлекаются в ресторанах. И для нас становится очевидным, что вот они, признаки богатой жизни. Вот это именно то, что мне нужно. И начинаем делать именно это. Что в результате получается? В результате мы упускаем самое главное. А самое главное это что? Самое главное это то, что остается скрытым за камерой. А скрыто за камерой сколько человек работал, сколько человек учился, сколько учился взаимодействовать с другими людьми, и сколько было порой бессонных ночей, которые были посвящены тому, чтобы привлечь в свою жизнь большее количество денег. Финансовый прорыв, это, конечно же, хорошо, но всем нам хочется любви. Есть исследование, которое показывает, что людям, которые умеют строить долгосрочные отношения, как правило, больше благоволит финансовый успех. И обратите внимание, очень часто успешные люди всегда имеют свою вторую половинку. Это могут быть официальные брачные отношения, неофициальные, или, может быть, какая-то сильная фигура противоположного пола может находиться рядом с вами. Ну, не будем брать сейчас гомосексуальные отношения, хотя там тоже есть очень много красивых историй. И, поверьте, с любовью нам легче двигаться по жизни. Поэтому переходите по ссылке, которая находится внизу под роликом, который вы смотрите, оставляйте свою электронную почту, и мы вам с удовольствием пришлем мой новый видеоурок «Психология любви». Поэтому запомните, для того, чтобы совершить финансовый прорыв, вам важно начать присматриваться к богатым людям и посмотреть, что же такого необычного они делают, чего не делаете вы. Какие есть привычки богатых людей? Ведь даже если вы утром начнете просто-напросто бегать, укрепляя свое здоровье, начнете учить иностранный язык для развития мышления, для развития своего кругозора. Если вы начнете предпринимать большее количество действий для того, чтобы заработать деньги, вы начнете совершать свой финансовый прорыв. Очень часто нам не хватает терпения. И нам кажется, что если мы два дня покачали пресс, то у нас уже должны появиться кубики, что мы выучили 40 иностранных слов и уже начали свободно говорить на английском или французском языке. Нам кажется, что мы закончили институт и нам уже должны платить большие деньги. Нет, всего этого, как правило, не происходит. Ведь нужно предпринимать еще какие-то усилия, еще какие-то действия. И если вы откажетесь от просмотра телевизора лишний раз, если вы научитесь чуть раньше вставать, вы сможете стать успешными. Часто, когда люди смотрят на меня, они думают, что вау, да, посмотрите, у Федоровой очень интересно все складывается. Она же ничего не делает, путешествует, и у нее все получается. Ну вот сейчас, на самом деле, примерно 6 утра, мы находимся на Сейшелах. Большинство людей отдыхает, кто-то спит, кто-то еще чем-то занят. Ну, а я, как та самая неугомонная, проснулась и снимаем специально ролики для вас. Для того, чтобы быть успешной, для того, чтобы продвинуться на YouTube, в Instagram, нужно делать огромное количество контента. Вот этим мы, собственно, и занимаемся, производим большое количество контента. И в каждой сфере, в которой бы вы ни работали, есть где совершенствоваться, есть где развиваться, есть где стремиться каждый день делать то, что вы делаете, уже еще лучше. Очень важен этот рост, потому что, если вы не развиваетесь, если что-то новое не происходит, вы просто стоите на месте. И более молодые, более активные начинают вас обходить. И они будут предлагать ваши же услуги дешевле. Они будут делать это быстрее, качественнее, лучше. И если вы прямо сейчас не взбодритесь, то финансового прорыва вам не видать. Конечно, в жизни бывают случаи, что внезапно умирает богатая тетушка-миллионерша и оставляет вам все наследство. Но практика показывает, что без умения управлять своими финансами эти деньги очень-очень быстро растворяются. И человек остается с тем, с чем он был на тот момент, когда ему досталось наследство. Итак, для того, чтобы совершить финансовый прорыв, нужно прямо сейчас оторвать свою попу от дивана. Я знаю, тут большинство делает так. Ой, ну опять нужно что-то делать. Нет, дорогие мои, ну, по-другому никак. Вы хотите настоящую психологию богатства, вы хотите настоящую психологию успеха, ну так тут придется что-то делать. К сожалению, в данном случае чудес не бывает. И с каждым годом этих чудес становится все больше и больше. Запомните, сейчас вам нужно стремиться брать работу, стремиться выполнять работу. Почему? Потому что совсем скоро большинство из нас может остаться совсем неудел. Ведь говорят о том, что цифровые технологии потихоньку начинают замещать людей. И там, где нужно платить людям зарплату, пенсионный фонд, гарантии. Большинство эфир старается перейти на интеллектуальные системы, которые могут заменить кассиров, администраторов, водителей и всех остальных. А что будет происходить? Освободившиеся рабочие места, люди, которые остались без работы, будут искать еще где заработать. Ну и конкуренция будет становиться еще выше. Так что помните, люди, добившиеся успеха, как правило, отличаются тем, что они любят, по-настоящему любят работать. И никогда не воспринимают ее как наказание. Ведь это действительно крутое увлечение. Пробовать что-то новое, делать что-то очень полезное для других людей. И когда у вас фокус внимания стоит именно на этом, принести пользу другим людям, тогда к вам придет финансовый успех. Ведь есть такая мысль, что количество ваших денег является часто мерилом вашей полезности для общества. Конечно, вы сейчас можете вспомнить еще парочку паразитов, но не без них. И в живой природе без них не обходится. Но глобально, кем бы вы хотели быть? Паразитом или человеком, на которого будут показывать пальцами и говорить? Да, вот именно этот человек совершил финансовый прорыв. Именно этот человек принес огромное количество пользы. Именно этот человек сделал для нас то, чего не сделали другие люди. И я уверена, что у вас есть внутренний потенциал, который рвется наружу и может дать возможность вам сильно реализоваться. Пожалуйста, если мне удалось вас вдохновить, ставьте лайк, оставляйте комментарии и обязательно подписывайтесь на мой канал. Еще больше мотивирующих роликов, еще больше полезной информации специально для вас. Ну, а если вы посмотрели ролик до конца, то у меня для вас есть небольшой секрет. Начните свои изменения с маленьких шагов. Если вы ждете резкого финансового прорыва, начните резко что-то менять в своей жизни. В конце концов, сядьте на правильное питание, на здоровый образ жизни. Начните вставать на час раньше. Начните учить иностранный язык. Ну и любое резкое изменение в вашей повседневной жизни с привлечением полезных привычек даст вам возможность совершить финансовый прорыв. Ведь если вам хватит силы воли каждый день выполнять хотя бы маленькую вещь, но очень важную и полезную для вас и вашего здоровья, то в какой-то момент эта маленькая вещь принесет вам большое достижение. Ну, а вот теперь уже все. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал, и я буду рада вас видеть на своих прямых эфирах.